Нурманск – начальная точка книжного автопробега. Такую акцию в России проведут впервые. Участники преодолеют 12 тысяч километров, посетят 23 города, за 20 дней доберутся до Владивостока. Перед стартом из столицы Заполярья любители книг и организаторы встретились в сопках. В автопробеге участвуют разные совершенно люди. Это и журналисты, и спортсмены. Есть профессиональный читатель, который будет читать 12 книг в течение этого маршрута 20-дневного. У нас есть стратегическая цель у книжников создать условия, чтобы 80% россиян читало 12 книг в год в среднем или больше. И вот мы покажем, что один отдельно взятый человек 12 книг может прочитать за 20 дней. Ярослав – самый юный участник автопробега. Мальчик увлекается видеосъемкой и ведет собственный канал в Телеграме. Весь маршрут от Мурманска до Владивостока он планирует делиться впечатлениями с подписчиками. Мне хочется продвинуть своим ровесникам то, что лучше почитать книгу, а не сидеть в интернете. То, что книги, они развивают мозг, и то, что лучше напрячь мозг, чтобы потом достичь чего-то, ну, вершин. Гоголь – это мой любимый писатель. Сейчас в будущем повторяется все, что он писал. Ведущий телепрограммы «Выходные на колесах» Андрей Леонтьев тоже решил присоединиться к автопробегу. Книги и путешествия неразлучно связаны между собой, считает он. Чем больше ты читаешь букв, тем больше ты хочешь проделать километров. Вот сейчас я дошел уже до 75-80 тысяч километров в год по России. Если мы начнем каждый свой копать хотя бы соседний двор, хотя бы соседние улицы, соседний район, мы добьемся огромного прогресса в области желания путешествовать и в области познания своей страны. Параллельно с автопробегом в Санкт-Петербурге начнется книжная экспедиция на поезде. В каждом городе маршрута участников будет ждать интересная программа. Все это – часть большой акции «Читающий август» и фестиваля «Книжные маяки России». Следить за всеми событиями можно будет онлайн, на сайте или в соцсетях фестиваля. Ссылки на ресурсы вы видите на экране. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok